Остров Скапеллос, крупнейший в архипелаге Спрада, является известным туристическим направлением, прежде всего из-за впечатляющего количества церквей, часовин и монастырей, которых здесь 120 в столице и еще 360 по всему острову. Легенда гласит, что на этом клочке земли когда-то жил один из сыновей бога Диониса, Стафилос и принцесса Ариадна, одна из самых красивых женщин мифологической лады. Скапеллос, немного истории и географии и археологические находки свидетельствуют о том, что остров Скапеллос был заселен еще со времен Бронзового века, известный тогда как Пепаретос. Позже он был колонизирован кретянами, которые выращивали здесь виноград. На протяжении своей истории эта дрейфующая в водах Эгейского моря земля находилась под властью Афин, Рима, Византии и Османской империи. Частью Греческой республики остров стал в 1830 году, а во время Второй мировой был оккупирован Италией, а затем и нацистской Германией. Скапеллос, название которого переводится с греческого как «скалистый берег», открывается туристам как остров ярких разноцветных цветов, зеленых лесов, неба и моря, насыщенных синих, голубых и бирюзовых оттенков. Его площадь равна 85 километров, а береговая линия, в основном недоступная из-за пересеченной местности, имеет протяженность 65 километров. Но это не значит, что здесь нет пологого побережья и красочных пляжей. Скапеллос, самые интересные достопримечательности остров Скапеллос предлагает своим гостям множество туробъектов, впечатляющего разнообразие. Его столица, город Скапеллос, хора, построен в форме амфитеатра вокруг удобной полукруглой гавани. Многочисленные церкви, сконструированные здесь преимущественно в византийском стиле, расположены на узеньких улочках меж венецианскими домами, оригинальными тавернами, современными ресторанами и кафе. Монастырь Евангелистрия, один из важнейших поствизантийских памятников Греции, расположен в 3,5 километрах к востоку от хоры. Похожий на мощную крепость, он является домом для нескольких очень ценных икон византийских мастеров. Церковь Агиос Иоанис расположена в районе Костри, примерно в 7 километрах к востоку от Глоссы, на севере острова. Она была возведена на скале, с которой открывается феерическая панорама архипелага. С остальной честью острова церковь соединена узенькой тропинкой лестницей, насчитывающей 110 ступеней, выбитых в камне. Небольшой пляж обустроен прямо под скалой, летом очень востребованный. Недалеко от церкви, на вершине Кореа, можно рассмотреть несколько древних могил, которые согласно местной легенде принадлежат пиратам Синдаукии. В средние века знаменитый пират Барбаросса попытался ограбить остров, но был побежден местными жителями. Говорят, что на вершине горы были похоронены погибшие пираты вместе со своим золотом. Они, превратившись в призраков, и сегодня защищают свои сокровища от чужих глаз. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok